Для начала приветствую вас всех. Когда будете обращаться ко мне, обращайтесь в доктор или доктор Сарксен. Так более удобно. Я пришел к вам с очень хорошим, прибоднительным настроением. И предполагаю, что вы знаете уже очень многие вещи. Думаю, что знаете. Если даже 70% от моего сказанного вы знаете, постарайтесь сконцентрироваться на остальных 30%. Постарайтесь вслушиваться. Постарайтесь быть, чтобы понять. Постарайтесь не только слушать, но и прочувствовать. Что означает чувство и слуховой аппарат должны работать вместе созвучно, чтобы было возможно воплотить то, что вы хотите воплотить в реальность. Так что я пришел к вам с ответственностью, с хорошим, позитивным предвестием. И я бы хотел, вернее, мечтал бы, чтобы хотя бы один из четырех из вас понял материал так, как нужно. Я ничего не говорю вам, как ученый. И не даю вам какую-то информацию, которую я где-то там начитал, и теперь передаю ее вам. Говорю вам то, что я пропустил через свой собственный опыт. Проводились многочисленные опыты, и я сейчас вам передаю мой собственный опыт, который я пережил сам. И вы хотите, можете сразу же воплотить в реальность мой опыт, либо можете пойти и сами проверить, чтобы убедиться в исправности этого опыта. Пойдите и проверьте на своем собственном опыте, и вы не сможете доказать обратное, что что-либо сказанное неправильно. В основном я уже думал, продумывал тот материал, о котором хочу поговорить с вами. Тема, о которой мы будем с вами говорить, очень велика. Если я буду бесперерывно говорить два месяца, все равно она неисчерпаема. Одно из правил, которые я хочу вам попросить, будет то, что во время беседы, пожалуйста, не задавайте никаких вопросов и приберегите их в конец лекции. Будут очень многие вещи, которые вы поймете из-под текста. Не прямым путем. Самая главная проблема и задача – это проблема с нашим осознаванием. Мы сейчас проходим сквозь очень важный период. Наша планета проходит очень важный промежуточный период. И как говорит календарь Майи, это переходный период, намечается на 21 декабря. И в целом, что означает это 21 декабря, и что мы должны делать в этот период, и что самое главное, что мы не должны делать в этот период. И в то же время, что нам нужно для физического и духовного развития. И что возможно сделать за этот очень маленький промежуток времени оптимально. Если каждый из вас не является друг другу родственником или знакомым, но следует учению, следует практикам и воплощает это в реальность, то это все проявляется и также проецируется на весь род и на всю страну, и на все человечество. Это все отражается на прошлом и будущем человека. Мысль, человеческая мысль имеет колоссальную силу. Если получится так, что ваша группа, вне зависимости от группы йоги, вместе начнут генерировать положительные мысли с любовью, без всяких предпосылок, если вы сможете посылать в сторону планеты Земля позитивные мысли с любовью. И делая такую практику, вы начинаете представлять, как бы вы хотели видеть планету Земля, какой бы она хотелось бы вам виднеться. И все то, чем вы столько тысяч лет были недовольны, все это можно изменить и исправить. И в ближайшем будущем, это может занять месяца или более короткий промежуток, мы уже начнем сопутствоваться силой нашей мысли. Все то, что осознает человек, точно так же, как это делаете вы, скажем, мечтаете о какой-то специальности, профессии, или же иметь какой-то опыт, какое-то образование специальное, или же хорошее здоровье. Перед этим всем стоит в первую очередь знание о пище, знание о физической пище. И эта сфера, эта область изучена очень мало мировыми учеными. И то, что изучено, имеет очень логическую форму, логическую основу. И все это основывается на каких-то продуктах, на какой-то пище, которая якобы полезна, якобы потому, что имеют те или иные элементы внутри. Я не знаю более плохой, более опасной науки, нежели диетологии. И само врачевание, которое является божественной наукой, испоганено диетологией очень сильно. Начиная с 60-х годов, когда я уже был студентом, я начал ставить опыты над собой. И все проверял на себя. И в результате чего в Армении сформировался Народный медицинский центр республиканского значения. Я попросил, чтобы правительство меня финансировало хотя бы 50%, и чтобы я сам выбирал все кадры. И в 1991 году при беседе с министром здравоохранения я сказал, что в ближайшем будущем Армения будет полна больных, особенно с заболеванием рака и бесплодия. На что министр ответил, что если он когда-нибудь заболеет, он обязательно обратится к нему. Но никаких финансов так и не предложил. И так, кое-как с грехом пополам, два года мы просуществовали. И в конце, так и разочаровавшись, я вышел из этой системы. Сегодня тематика, о которой мы говорим, неисчерпаема. И вы мне очень симпатичны, так что я обязательно приду к вам еще. И теперь я вам скажу пару вещей о питании, о том, как правильно питаться. Диетология – это специальный метод, который больного в течение всей жизни держит в больном состоянии. Вы поняли, что я имею в виду? Диетология – это настоящее недоразумение, потому что в диетологии не хватает настоящего знания. Почему? Потому что это все основано на логике. Скажем, если есть запор, то нужно давать более жидкую еду, чтобы избежать этих проблем. И все основано на логике. Раз твердо, нужно давать что-нибудь жидкое. Или, скажем, в борще есть те или иные составляющие, которые нам нужны. Разные витамины, жиры, минералы, углеводы. Значит, борщ – это хорошая вещь. Или, скажем, в банане есть калиум, сахар, витамины. Значит, банан – это хорошая штука. Точно так же насчет мяса. Есть хорошие, полезные составляющие. Значит, это хорошо. И это самая большая ошибка, которая была сделана учеными. Самой большой ошибкой является то, что ученые, мировые ученые думают, что те полезные вещи, витамины, минералы, которые есть в тех или иных продуктах, и они нужны для жизнеобеспечения, значит, это полезно. На самом деле это не так. К примеру, говорят, что нужно употреблять важные для жизни белки. То есть, 22 аминокислот. Вы наверняка знакомы с аминокислотами. И 8 из них есть в рыбе, в мясе, в яйцах. То есть, они существуют в животных белках. И вот Эврика. Ученые возгласили, что все вот эти продукты, включая мясо, очень нужны для жизнеобеспечения человека, потому что в них есть вот эти незаменимые аминокислоты и прочие составляющие. Я сделал специальное заявление. Кто меня понял? Я не имею в виду вас, здесь находящихся, а специалистов, ученых. Заявление было такое. Белки не синтезируют новые белки. И это, на первый взгляд, может шокировать людей, потому что я вышел на мировой уровень таким заявлением о том, что белки не синтезируют новых белков. Почему? Потому что белки, особенно когда они несовместимые, они полностью, 100% книют в кишках, тем самым вызывая огромное количество разных ядов. И в науке известно 33 вида яда. И эти яды в дальнейшем начинают циркулировать в кровеносных сосудах. И также это начинает воздействовать на наше эфирное поле, эфирное тело. И наше биополе тоже искажается. И тем самым мы лишаемся рассудка, лишаемся более чувственного, глубокого мышления, интуитивного. И мы начинаем уже ориентироваться через наше маленькое я. И мы все время думаем, что мы знаем, но на самом деле это не так. И все время мы ссоримся, мы ищем виновных. И как будто мы находимся тем самым под каким-то экспериментом. И на самом деле это по-настоящему эксперимент. И есть хорошая весть о том, что мы выходим из этого эксперимента. И этот эксперимент завершается 21 декабря 2012 года. И вы увидите, какие чудеса произойдут, особенно с таким хорошим коллективом, как ваш. Все то, что я сейчас вам говорю, это не та информация, которую я где-то прочел, и сейчас передаю ее вам. А я все это прожил своим собственным опытом. Есть вещи, которые ты знаешь, что все это должно пройти через тебя, чтобы стало твоим. И я никого не призываю к тому, чтобы начать верить в Бога. Я не призываю никого стать религиозным человеком. Я призываю вас узнать Бога. И чтобы в результате вы не говорили, что вы верите в Бога, а чтобы вы сказали, я знаю, что Бог есть. И тогда вы поймете, что такое это Бог. И у вас состоится передача с Богом, так же, как со своим сердцем. И в результате вы приобретете неисчерпаемую любовь и храбрость. И вы начнете жить счастливо, по-настоящему счастливо. И счастье не приходит с помощью красивой девушки, красивого молодого парня. Это очень краткосрочно. Настоящее счастье приходит через внутреннее я, через самореализацию, самопознание. И вы можете этого достичь. У вас есть этот потенциал. Я знаю. Я всматриваюсь в ваши глаза, и я чувствую, что мне очень приятно находиться здесь, в этой аудитории. И я опять повторюсь о том, что самая большая ошибка в том, что люди думают, что те элементы, те вещи, которые находятся в пищевых продуктах, то значит, что это обязательно нужно человеку для поддержания жизни. И чтобы противопоставить этому другой опыт, другое видение, давайте предположим, что вы кушаете что-то, в чём нету всех тех полезных вещей, которые нужны человеку для жизнеобеспечения. Скажем, вы кушаете яблоко. Всем известно, что в яблоке нет всех тех элементов, которые нужны человеку. Особенно белки. Но если вы будете питаться таким образом, чтобы в кишках не происходило гниение, и пища была совместимая, то ваш организм начнёт синтезировать все те элементы, которые нужны для жизнеобеспечения. Несмотря на то, что в яблоке всё это исконно не было. Это наиважнейшее объявление для вас. Так питаться такими продуктами, чтобы они были совместимыми, чтобы не происходило гниение в кишках. И в конечном итоге тот процесс, который будет происходить в кишках, будет не гниением, а перерабатыванием. Во время гниения в килограмме кала 300 грамм – это чистая микробная масса, которая вредна для человека. И человек настолько мощное существо, что после всего этого умудряется жить. Иногда даже сто лет. И порой удивляешься, какой большой потенциал есть в человеке, и как безжалостно мы этот потенциал растрачиваем. И всё это происходит из-за незнания. В основном из-за научного незнания. Снова поговорим о пище. Видели ли вы когда-нибудь рисунок Кирлиана, фотографию Кирлиана, когда виднеется аура, биополе? Скажем, если сфотографировать кирлианский снимок нашего пальца, то вокруг пальца будет свечение, ореол. Это наше биополе. И оказывается, что в основном мы питаемся этой ауральной энергией, биоэнергией. И после 21 декабря на планету Земля будет послана настолько сильная энергия, сильное излучение, биоизлучение. И эта самая энергия будет достаточна для того, чтобы синтезировать в нашем организме все те элементы, которые нам нужны. Конечно, после этого разговора вы пойдете и будете кушать и пробовать разные вещи, но это будет вам в качестве информации, знания. И приводя вам свой собственный пример, я скажу, что сколько я сокращал, сокращал те продукты, которые я принимал. Чем больше ты сокращаешь, тем лучше становится. Чем больше сокращаешь, тем меньше чувствуешь голод. К примеру, сегодня рано утром я проглотил 8 горошинок перца, не душистого, а острого перца. Выпил талой воды с медом и днем поел горстку винограда. Кушая или не кушая, после этого я чувствую себя очень отлично. И нету никакого чувства голода. Уже 40 лет, как я не чувствую чувства голода. И уже 40 лет, как я никому не говорил таких слов, как я чувствую голод. И когда вы питаетесь правильным способом, вы освобождаетесь от этого гнусного чувства голода. И как говорил Рама Кришна, голодный человек не имеет Бога. Сначала напои, накорми этого человека, а потом уже говори то, что ты должен ему сказать. И тот человек, который питается неправильно, всю свою жизнь остается голодным. И такой человек умирает голодным в мечтаниях о еде. Что тут скажешь? Я думаю, все и так понятно. Если мы попытаемся классифицировать те элементы, которые есть в продуктах, то это будет следующим образом. Углеводы. И вы все знаете, что такое углеводы. Это всякого рода фрукты, все виды хлебных изделий. Мед тоже углевод, сахар тоже. Потом существуют жиры. Есть животные жиры, и молочные жиры, и растительные жиры. И есть белки. Белки – это мясо, белок яйца, и растительные белки. Всякого рода злаки. А также бобовые. Чечевица, горох, соя. Соя имеет 40% белков. Например, мясо имеет 17% белков. У сыра это 30% и так далее. Но дело не в том, что какой продукт, сколько процентов имеет белков. А в том, что какие продукты являются белковыми. Все те продукты, в которых белок составляет свыше 15%, являются белковыми продуктами. Скажем, в хлебе белок составляет всего 8-9%. И, соответственно, хлеб не является белковым продуктом. И самая несовместимая пища, которая может существовать, это белок в сочетании с крахмалом. Скажем, хлеб – это крахмал, а сыр – это белок. И когда вы жуете эти два продукта во рту, то далее в желудке невозможно их разъединение. И получается однородная масса из двух разных компонентов. И, к великому сожалению, армяне очень любят хлеб с сыром. И нужно знать золотое правило нашего желудка. так как у желудка есть правило, как переваривать пищу. Первым делом желудок переваривает белки, а потом уже углеводы. И в желудке есть большая и маленькая кривизна. В маленькой кривизне выделяется кислота, большой щелочек. И вот у нашего организма желудка есть такое священное правило. Сначала начинать переваривание с белков. И для переваривания белков нужно, чтобы выделилась кислота. И в связи с тем, что такое правило существует, мы должны иметь настолько совесть, чтобы начать еду с белковых продуктов. И после белкового продукта, если сразу же, скажем, поесть хлеб, то ничего плохого не произойдет. Хлеб будет ждать в своей очереди столько времени, пока белок не будет переварен. Но если сделать наоборот, то бишь, сначала съесть хлеб, а потом уже сыр, то пойдет гниение, гниительный процесс. Почему? Потому что переваривание хлеба будет остановлено и начнется переваривание белка. И получится, что сразу же будет выделяться два вида фермента щелочь и кислота. И в воздействии друг с другом эти два элемента дают соли. Получается, что и белок, и углевод остаются без переваривания, потому что соль не может их переварить. И так же происходит очень часто, когда люди кушают и не насыщаются, и в конце кидают себе в рот кусочек сыра. И что происходит, сразу же процесс пищеварения останавливается и начинается выработка снова кислоты. И голод, чувство голода проходит, но это обманчивое, ошибочное чувство. И таким образом человек даже не подозревает, какое бедствие он приносит своему телу. Только то, что он получает взамен, насыщается, якобы насыщается. И после такого процесса, когда меряется количество видов микробов, то оно превышает 500 видов. А на самом деле их должно быть всего 4. И эти 4-5 видов бактерий, которые нужны человеку, они называются колей бактерий. И что получается, что наш организм настолько глуп, чтобы допустить, чтобы эти 500 видов бактерий начали сжигать, сжигать наше тело? Нет. На самом деле глуп человек, который питается таким неправильным способом. И наш организм принужденно начинает принимать кое-какие меры, чтобы все это неправильно съеденную пищу как-то с грехом пополам вытолкнуть из нашего тела. Но когда человек не понимает всего этого и проходит грани, и в то же время бывает нервным и боязливым, что появляются мысли, что человек может чем-то заболеть и так далее, принудительно в нашем теле появляется такая вещь, как опухоль. И вот опухоль находит в теле какое-то место, которое больше всего истоптанно, более слабое звено. К примеру, у мужчин большинство случаев это желудок. Очень часто курят на голодный желудок, тем самым наносят непоправимый вред. У женщин это большинство гениталии. И сейчас я делаю заявление. Если меня бы услышали доктора, то вполне возможно, что они меня назвали ненормальным. Я объявляю вам, что рак это не болезнь. Рак это биологическая мусорная корзина. И раковые клетки они совершенно неболезненные клетки. Это божественные клетки. И я влюблен в выявление рака. Рак уничтожает из каждых 20 килограммов 19 килограмм неправильно съеденные пищи, чтобы спасти твою жизнь. Скажем, если человек начинает болеть раком, и у него между тем есть еще и другие заболевания, как диабет, бронхит и другие вещи, и вдруг все это как будто рукой снимает. И больной удивляется, как это ему становится резко лучше, чем раньше. Такой человек смотрится в зеркало и видит, что он идет на поправку. И удивляется, что он не принимал никаких мер, и почему-то вдруг все идет на поправку. И он даже не подозревает, такой человек, что опухоль, которая уже просматривается, она поглотила все другие виды болезней. И вот через 6 месяцев опухоль уже начинает просматриваться. И постепенно размеры опухоли начинают увеличиваться, потому что мы не знаем ее функций. И пребывая в неведении, мы продолжаем неправильно питаться и тем самым подкармливать опухоль. И на сегодняшний день попробую спросить врача, что правильно покушать. Скажем, вы сделали операцию, и после операции что нужно поесть? И наверняка врач скажет, что нужно поесть куриный бульон. И в наше время доктора могут дать любого вида совершенно дикие советы, которые вредят человеку. И вы не думайте, что я превратно думаю о врачах. Я всех их люблю как своих собственных детей. Но что я могу сделать к тому, что они несчастны, эти доктора? И проработав 4 года в области медицины, я вышел из этой системы, объявив, что вы все не являетесь врачами. Есть особая вещь, которую нужно сломать. Если она ломается, то она сломается. Не нужно бояться. То, что не сломается, вы ее никогда не сломите. И вот постепенно наша многоуважаемая опухоль начинает увеличиваться и увеличиваться. И так как середина сердцевина опухоли не доходит кровь с кровеносными сосудами, внутри начинается некроз, умерствление. и начинается вырабатываться трупный яд. И один грамм трупного яда может убить 8000 человек. И яд, который начинает вырабатываться в опухоли, один из самых мощных военных ядов, которые существуют. И после всего этого порой удивляешься, что человек все желает, хочет и надеется жить. И что выходит, что большинство заболеваний прямым путем связаны с функционированием кишков, в том числе и шизофрении. И в психиатрической практике шизофрения является болезнью номер один. Шизофрения может вылечиться очень легко, если возможно будет исправить функционирование кишков. И в то же время войти в контакт с больным правильным методом. Если не будет должного контакта, то больной шизофрении не будет делать те задачи, которые вы перед ним ставите. И в качестве еды самое лучшее это фрукты, которые растут в этом регионе, где вы живете. Особенно полусладкие. Скажем, цитрусовые они не полезны в повседневном применении как в пищу. Но если есть больной ангиной и такому больному два дня давать каждый день по одному лимону, то на третий день такой больной на глазах выздоровеет. На третий, четвертый день уже если будете продолжать кормить больного лимоном, такой лимон уже превращается в вредоносную вещь. То же самое можно сказать если у больного была очень серьезная тяжелая операция, то после операции два дня можно давать лимонный сок, выжимая каждый день по одному лимону. И эти два дня, когда вы даете лимонный сок, это очень большая помощь больному. Но на третий, четвертый день эта помощь превращается в яд. И отсюда следует понять, что большая доза витамина С является ядовитой. Особенно в том случае, когда у женщин просвечиваются вены на ногах. И то же самое можно сказать о витаминах, потому что все эти витамины прошли через термическую обработку, и они совершенно непригодны для нашего организма к усваиванию. и если вы знаете как правильно питаться, вы обеспечиваете в кишках правильное брожение, правильную переработку пищи. И в основном всему этому процессу сопутствует толстая кишка, где происходит вся эта трансформация. Это как наш завод по переработке пищи. Точно так же, как в каком нибудь заводе из ацетилена можно получить каучу. И вот, если вы сделали так, что сопутствовали тому, чтобы в кишках не было гнения и была переработка, было брожение, то не имеет значения, какую еду вы кушали. Все необходимые элементы будут синтезироваться. К примеру, кто-то любит грушу, кто-то любит яблоко. Не имеет значения. И нужно очень четко знать, что фрукты это еда для голодного желудка. Их нужно кушать в самом начале. И ни в коем случае не есть фрукты после обеда. И в таком случае всего одно яблоко может дать вам столько энергии, сколько понадобится для вашей активности на 24 часа. к примеру, если вы работаете бухгалтером и ваша работа в основном сидячая, то вам понадобится в день три яблока. Но если вы спортсмен и вы много движетесь, то всего одного яблока достаточно, чтобы совершенно хорошо, бодро функционировать в течение дня. И выходит, что совершенно наоборот. Люди думают, что если они активны, они делают много физической работают, то им нужно есть много, а на самом деле наоборот. Чем больше вы движетесь, чем больше вы активны, тем меньше еды вам нужно съесть. И вам это нужно в четкости осознать, что если вы сделали много физической работы, то автоматически потребность пищи у вас уменьшается. Скажу вам другую очень важную вещь, что ни в коем случае не начинать прием пищи с термически обработанной вареной пищей. Если вам интересно, я могу в подробности рассказать, что происходит в этом случае. В Австрии провели специальный опыт с человеком. Берется игла и втыкается в вену, которая снабжает толстую кишку для пробы крови. И в то же время берется проба крови с пальца человека. на первый момент до приема пищи меряется количество лейкоцитов. Их количество бывает одинаково, как с толстой кишки, так и с пробой с пальца. 5 тысяч, около 5 тысяч. И лейкоциты это наши солдаты, они ловят вирусы, инфекции. и количество лейкоцитов 6 тысяч является нормой. После этого дают какую-то пищу, вареную пищу, и дают команду жевать. И человек жует эту пищу, но еще не глотает ее. Пища находится в ротовой полости. И потом сравнивается количество лейкоцитов с пальца, где все еще 6 тысяч, 5 тысяч, а с толстой кишки уже 50 тысяч, 60 тысяч. В зависимости от того, что дали человеку покушать, какого вида еду. Если дают мацони, то количество лейкоцитов в толстой кишке превосходит 2 миллиона. Причем во время лейкозы белокрови количество лейкоцитов бывает 600 тысяч при сравнении. И когда человек кушает мясо или торт или другие мучные изделия, то количество лейкоцитов на тот момент в толстой кишке превосходит 2 миллиона. И это наглядно показывает, что насколько колоссальная великая беда может ожидать организму, если эти микробы не заблокируют ту еду, ту неправильную еду, которую мы только что поели. И вот таким образом эти ученые начинают негодовать. Что же делать? И они задаются вопросом, в таком случае, что тоже кушать, чтобы не было такого излишка лейкоцитов в крови. И таким образом они пробуют разную еду, очень много видов еды. И один прекрасный день они решают дать свежую еду, живую еду, скажем, яблоко или морковку, что-то, что не обработано термически. И снова меряют количество лейкоцитов. И с пальца и с толстой кишки в обоих случаях бывает 6000. И с какой бы живой едой они бы не пробовали, в любом случае бывает 6000. И опять ученые в негодовании. Что же делать? Не могут же они заставить всех кушать сырую еду? С давних времен люди привыкли готовить. И вот выход из такого положения был найден. Сначала дается сырая пища, а потом после этого дается уже термически обработанная. И эффект получается такой же, как если бы человек поел только сырую пищу. Таким образом они обманывают организм. Таким образом если поесть сначала какой-нибудь салат, но не фрукты. Фрукты это совершенно другая категория. Какие-нибудь овощи. А потом сразу же дать термически обработанную пищу, то в этом случае не будет излишка лейкоцитов в крови. У нашего организма есть очень интересная функция. Когда человек кладет в себе рот какую-либо пищу, то сразу же идет идентификация, что это есть. И сразу же идет в мозг информация о том, что за пища была положена в рот. И поэтому когда сразу уже после живой еды человек кушает термически обработанную пищу, у организма не бывает времени, чтобы осознать, что происходит. И вся эта обработанная пища проходит под покровом свежей пищи. И этот процесс, когда что-то первое человек положил себе в рот, это является доминантом. И пищеварение в дальнейшем уже идет по тому, какая пища была доминантом. И поэтому, что бы ни случилось, я всегда говорю, ни в коем случае не начинайте свое утро с зажженной сигаретой, потому что в этом случае этот никотин будет являться доминантом. Почему? Потому что многие думают, что сигареты вредят легким сердцу, но чтобы сигареты навредили легким, в первую очередь, они должны автоматной очередью пройтись по кишкам. Только после того, как кишки будут сожжены сигаретами, после этого сердце и легкие будут повреждены. Нельзя недооценивать работу кишок. Это совершенно божественные органы, это божественная лаборатория. И вы по ошибке думаете, что даже что-то тверже камня можно переварить в кишках, но это не так. Когда Бог создал наше тело, то все идет своим чередом, своей нормой, само собой. Только одна вещь, одну вещь Бог оставил человеку, это способность жевать пищу. И когда мы не жуем должным образом пищу, то что бы ты ни кушал, все не доходит до своей цели. И если пищеварение считать конвейерным процессом, то если начинаешь этот процесс неправильно, то все остальные процессы парализуются или выполняются на 20%, и в таком случае из 10 килограммов поглощенной пищи только один килограмм сохраняется, а 9 килограммов уничтожаются. И был у меня в практике такой случай, когда ко мне домой привели на руках 26-летнего молодого человека, и когда я взглянул на него, и сразу же взглянув ему в глаза, я сказал, жуй досконально ту еду, которую ты кушаешь. И он посмотрел на меня и ответил, что за мужчина, который будет столько жевать, нужно пищу сразу же проглотить и встать со стола. И я всегда был зол на тех людей, которые много жуют. И вот этот молодой человек был совершенно в плачевном состоянии, и от меня понадобилось 2-3 часа, чтобы как-то разбить вот этот стереотип о том, как нужно жевать еду. И сейчас у всех у нас есть очень важная задача попробовать поменять мышление, поменять осознанность к тому, как нужно питаться. И вот сегодня настал тот момент, когда возможно поменять сознание о еде. Но как же это сделать? К примеру, я говорил вам о хлебе и о сыре, что хлеб и сыр это несовместимая пища, ее не следует кушать вместе. Вы об этом слушаете и идете практикуете так. Или же наоборот, вы продолжаете пробовать так же, но более осознанно. И вы видите разницу между тем, как вы ели сыр и хлеб раздельно, и потом сравниваете, как это бывает, как вы кушаете вместе. И на своем собственном опыте вы уже убеждаетесь в правоте моих слов. Ни в коем случае нельзя говорить самому себе, что что-то нельзя делать. Это способ слабого человека. Никогда не ограничивайте себя, пробуйте, но регистрируйте у себя в уме, что у меня нету на данный момент только воли, чтобы не кушать несовместимую еду. Но никогда не будьте как слабовольный алкоголик, который каждый день знает, что он делает неправильную вещь, и каждый день он говорит «А, с Богом!» и пьет. И вот тут происходит скачок сознания. Слышали ли вы, что говорит Фридех Ницше? И он как-то сказал, что он великий человек, но я тоже не знаю правильную еду. И вот что он добавил. Из-за неправильного приема пищи, та гниль, которая накапливается в кишках, любого выдающегося гениального человека спустит до среднего уровня. И наоборот, любого среднего человека при правильном питании может поднять до гениального уровня. Такой человек будет любящим, всепрощающим, настоящим образцом хорошего человека. В 1925 году Ницше разгласил немецкая кухня безобразна. И по этому поводу я предсказываю, что Вторая мировая война должна начаться именно с Германии. И добавил, что возможно люди сочтут его за ненормального, за дурака, но когда Вторая мировая начнется, тогда вы уже поймете, о чем была речь. И после всего этого, то, что было вышесказано, можно делать такой вывод, что прием пищи это психологический процесс. Для одного человека нормально кушать в день один килограмм еды, для кого-то 400 грамм, а для кого-то 8 килограммов может быть недостаточным. И прием пищи имеет очень тонкие космические законы, по которым они происходят. И когда вы питаетесь чистой пищей, правильной, совместимой, то приходит такое время, когда ваши клетки очищаются. и все меняется на уровне клеток, на уровне ДНК, и у вас неволей появляется очень счастливое состояние, блаженное состояние. И выходит, что каждая ваша клетка чувствует счастье, и все клетки вместе совместимо передают вам очень положительную энергию. как бы тем самым благодаря вас. И вот тут первый раз в жизни вы начинаете понимать, что такое реальное счастье. Потому что искусственное счастье, оно не долговечное, оно обманное. Сегодня вы выиграли машину в лотереи, завтра вас поцеловала красивая девочка. Все это недолговременно. оставим все это в сторону. Очень большая ошибка, когда в промежутке приема пищи что-то бросают в рот и едят между приемом пищи. И что же происходит в этом случае? вся работа желудка приостанавливается и начинается переработка той пищи, которую вы только что положили в рот, того доминанта. Поэтому нужно спокойно подождать, пока желудок и кишки завершат свою работу. И потом придет какое-то время, когда вы не будете испытывать чувство голода, но придет какая-то информация, что вам нужно что-то съесть. И вот я делаю новое заявление. Лечит голодный желудок. Полный желудок не лечит. Поэтому когда бывает инфаркт, человек приходит с работы, плотно кушает, валивается в кресло с газетой, что-то читает и так засыпает и происходит инфаркт. Никогда инфаркт не случается на голодный желудок. При пустом желудке невозможно организовать процесс инфаркта. Можно только выстрелом попасть в сердце, но ни в коем случае инфаркт невозможно. И еще одна очень важная деталь. Во время сна очень важно, чтобы желудок был пуст, а кишки были полными. И насколько глубоко и мирно мы спим, настолько микробы, которые в толстой кишке должны сопутствовать пищеварению, они работают более гармонично, более правильно. И в этом случае температура в кишках поднимается до 41 градуса в том случае, когда у нас в теле это нормальная температура 36,6. И при температуре 41 градус нет такого элемента, который бы не смог бы синтезироваться в нашем организме, включая все необходимые белки, соли, витамины, все необходимые углеводы. И в таком случае биополе человека тоже улучшается. Я решусь немножко похвастаться. Однажды мое биополе, астральное тело, сфотографировали методом Кирлиана. И у обычного человека оно составляет от 8 до 10 метров. У меня оно было 17 метров. И я решил попробовать уяснить, в чем заключается функция этого биополя. И я понял, что если, скажем, я хочу поговорить с собакой или с кошкой и передать какую-то информацию, какую-то энергию, то на очень большой дистанции я могу это все передать. если издали лающая собака идет на меня, то ласковыми словами в уме хорошей позитивной энергии я делаю так, что собака уже в конце виляющей хвостом подходит и вся злость улетучивается у собаки. И выходит, что возможно разговаривать на астральном уровне. И на астральном уровне можно разговаривать с мухой, с собакой, с разными животными, в том числе с человеком. Немножко труднее, но все равно возможно. И вот таким образом при правильном питании все больше и больше ваше астральное тело увеличивается и улучшается. И наше будущее наша цель в том заключается в том, что мы в дальнейшем будем жить и существовать более в астральном мире, в котором не существует смерти, не существует мучения или болезней. И вы знаете, что есть один доктор, который говорит вот такие вещи. И вы пойдите и постарайтесь визуализировать такое будущее, такую возможность. и вы увидите, как вы будете меняться в скором времени. И вы только вдумайтесь, что за создания вы такие есть, которых Бог выбрал для перехода этого важного момента. И вы через золотой мост войдете в золотой век. И чтобы гармонично сделать этот переход, нужно отсутствие страха. Нужна ваша сила воли и нужна ваша правильная визуализация, как вы хотите видеть ваше будущее. И что самое главное, ни в коем случае не бегать вперед, не спешить и принимать пищу в правильном порядке. Особенно это касается животных белков. Стараться избегать нужно рекламентировать прием пищи, особенно животный белок. Сыры, которые плавленый, творог, яичный белок. Или же самое лучшее просто снять с рациона молочные продукты, потому что в целом нет много времени, чтобы за этот короткий промежуток времени насколько возможно очистить вас. И у меня есть группа людей, с которыми я работаю, и в один день я их взял ко мне в село, где я живу, и 10 дней они голодали. Потом после 10 дней голодовки они вышли из этого состояния с помощью свежевыжатых соков. И какие же новые вещи они стали распознавать о самих себе и стали удивляться. Это кем же мы были до сих пор, как же мы поступали с нашими близкими и родными, с нашими женами и мужьями. И человек начинает после этого совершенно по-другому воспринимать себя и удивляться тому эго, которому раньше оно служило. и все все общей радости мы постепенно выходим из этого двойственного состояния, которое было до сих пор. И постепенно маленькое я уходит в сторону и одно целое большое я, божественное я становится доминирующим. И после этого все совершенно изменится и люди не будут искать Иисуса Христа в четырех стенах в каких-то помещениях. все сходится внутри человек находит на все вопросы ответы внутри себя самого. Сейчас снова перейдем обратно к питанию. Как ни крути, все равно приходишь обратно к системе питания. И вот к примеру человек рано утром просыпается и пьет стакан талой воды. И почему именно талая вода? Потому что талая вода имеет совершенно другую структуру, нежели обычная вода. И чтобы выпить обычную воду и чтобы она принесла какую-то пользу, ваш организм должен превратить ее в талую воду. И на это уходит большое количество энергии. А когда человек пьет сразу же талую воду, то большое количество энергии сохраняется, не утрачивается. Представьте структуру воды H2O. Вот это O, а вот это H. И они между собой соединены валентными связями. вода такого рода вода абсолютно не служит нам благом. И чтобы эта вода смогла нам быть благом, ее наш организм должен перевести в талую воду, структурированную воду. И та энергия, которая уходит на этот переход, из-за этого наша жизнь сокращается от полтора до два раза. И делается специальный эксперимент. Выбирается 10 цыплят в одну сторону, и другие такие же 10 цыплят в другую сторону. И одним цыплятам дают простую воду, а другим дают талую структурированную воду. И обоим группам дают одинаковую пищу. И одна группа цыплят вырастает и живет всего 7 лет или 6 лет и носит всего 3 яйца в неделю. А другая группа цыплят вырастает и живет 18 лет и носит 6 яиц в неделю. И если вы слышите такие вещи, вы осознаете ценность такого эксперимента, и вы все эти вещи не применяете на себе, то вас нету человека. И очень странно понимать, что после всего этого могут быть люди, которые услышали эту информацию и после этого остаются такими же неответственными к себе, к своему здоровью, к своему телу, к своей жизни и к своей семье. горошек в принципе нет большой беды, пускай хотя бы один будет таким, ничего. Значит, рано утром те семь-восемь горошек черного перца, максимум девять штук, вы или жуете, или просто проклатываете с одним стаканом талой воды. И давайте представим, что у вас больше нет никакой еды, только вот эти черные горошки остались у вас. И вся страна опустела, ничего нету, вот единственное, что осталось из еды. Допустим, вы живете в сельской местности, и вы должны работать довольно-таки усердно. И таким образом могут пройти годы и годы. Ничего страшного не случится. Эти черные горошки и перца будут обеспечивать вас нужной энергией. У вас будет полно энергии на 24 часа. И этот перец содержит в себе сжатую космическую энергию. Этот острый черный перец горошек, не душистый. Но я так или иначе не останавливаюсь на этом. Я кушаю еду, потому что это приятно. И после приема этого перца горошка с талой водой проходит какое-то время, час, два, три. В этом случае режим не очень уж и нужен. можно пробовать по-разному. Вы кушаете уже фрукты. Более важно, как вы преподаете эту пищу к вашему организму, а не те часы, в которые вы это делаете. И вполне возможно, что эти черные горошки перца вы выпьете сегодня рано утром 8 часов и потом после этого ничего не покушаете. Или же наоборот, с утра вообще ничего не покушать и только днем в 3 часа только выпить эти горошки перца. Ничего страшного в этом случае не случится. Или же скажем можете покушать утром в 11 яблоко или же это же самое яблоко покушать вечером в 5 часов. но помни о том что это яблоко нужно покушать на голодный желудок. Что говорит о том что речь о режиме питания в этой системе не может. Хотя если вы находитесь в таком состоянии что у вас есть какая-то работа специальная офисная или что-то когда вы вынуждены питаться определенным режимом в этом тоже нет ничего страшного все нормально. И следующее после того как человек выпил эти черные горошки перца и запивая талой водой можно в эту талую воду немножко залить уксуса яблочного но ни в коем случае не добавляйте уксус в салаты потому что уксус разъедает структуру живой еды то же самое можно сказать и про соль тоже не стоит ее добавлять в салаты и хотя бы если вы все равно хотите воспользоваться солью то самое лучшее воспользоваться морской солью и после всего этого скажем у вас есть яблоко вы кушаете яблоко или скажем виноград или же персик или же ничего не будет и будут какие-то сухофрукты которые термически не обработаны или же вообще абсолютно ничего не будет и вы просто пойдете на работу ничего не случится но все равно я уверен что бы то ни было какое-нибудь яблоко вы откуда-то откопаете и покушаете и это будет считаться вторым разом питания уже третий подход к питанию будет уже с 3 часов до 7 часов когда получится или когда вы захочете кому-то это возят в 3 кому-то в 5 кому-то в 7 но следует знать что самое лучшее последнее время для еды это время от 3 до 4 часов и в этот в третий раз уже пища может быть какие-нибудь овощи это могут быть зелье или свекла и опять-таки это должна быть не термически обработанная пища или же может быть это шпинат шпинат это королева зелья она очень и очень полезна но в то же время когда шпинат варят он шпинат превращается в самую плохую еду потому что полностью гниет в кишечнике и зная об этой информации вам следует пользоваться шпинат нарезать его с капустой с другими овощами в сыром виде и вы сразу же увидите как вы насыщаетесь как энергия у вас поднимается и уже после приема термически необработанной необработанной пищи овощей вы можете уже покушать что-то более какую-то более твердую пищу и насколько бы не было это странным самая одна из самых тяжелых видов пищи это хлеб который приготовлен из зерновой муки и тоже как ни странно самая питательная вещь самая полезная вещь из мучных продуктов это шелуха от зерна корка на востоке тысячелетия назад нашли камень на котором было высечено следующее бог себя спрятал в шелухе зерна а сатану в самом зерне и сейчас мало того что наш народ кушает белый хлеб так еще этот хлеб должен быть теплым свежеиспеченный вчерашний хлеб наш народ не будет кушать уже и что это за катастрофа кто так напудрил мозги нашим людям мне попросили в академии наук написать статью именно об этом и я написал статью о белом хлебе и о шелухе зерна и та же самая статья была еще опубликована в Америке и статья была о следующем как вообще появилась эта теория о белом хлебе и какую же медвежью услугу совершили эти несчастные ученые для человечества они взяли и спекли хлеб и предварительно посчитали сколько есть шелухи от зерна хлеба и какая часть от этого зернистая часть и оказалось что в одном килограмме 150 грамм это шелуха и вот такой хлеб испеченный дают человеку покушать и ничего другого не давали предварительно только этот хлеб и попросили когда этот человек после приема этого хлеба пойдет в туалет чтоб они взяли пробу из кала и ученые начали изучать полученный кал и выяснилось что в этом кале нету ни единой частички зерна самого только одна шелуха и вот опять Эврика они поняли что вот эта шелуха не нужна организму и поэтому она выводится через кал и они подумали раз уж это так то давайте мы запретем специальное устройство которое будет само вынимать всю шелуху от зерна освобождать и вот этот белый хлеб вошел в наш обиход и что на самом деле происходит когда мы кушаем хлеб на одном кусочке шелухи который даже глазом он еле-еле видим на такой одной шелухе оседает 7 миллионов микробов и они используют эту шелуху как стол на котором можно работать как плоскость точно так же когда вы работаете на фабрике вы не работаете на стенах для вас созданы специальные условия специальные столы на которых вы работаете то же самое происходит с шелухой шелуха служит как бы специальным столом для работы с микробами и когда вы кушаете правильную пищу во время брожения в кишечнике температура поднимается до 41 градуса а когда происходит гниение то температура опускается до 38 градусов и вот когда в кишечнике температура 38,4 градуса ничего полезного в таком случае не синтезируется и в таком случае в кишечнике происходит настоящий содом-гамор происходит сплошное гниение и вот вы когда кушаете белый хлеб без шелухи то для микроба нету такой среды на которой можно положиться и делать свою работу и что получается все эти микробы начинают прилипаться к стенкам кишечника и все эти слои кишечника карманы все они засоряются и получается запор тяжелые заболевания кишечника и к примеру если бы вы были бы моим студентом я был бы вашим преподавателем в мединституции я бы обязательно сказал вам что не имеет значения какой бы больной бы не пришел к вам в первую очередь постарайтесь вылечить кишечник больного а потом уже ту проблему которая есть и в таком случае вы обязательно выиграете и другая очень большая ошибка медицина заключается в том что они думают что медикаменты медикаментам присущее свойство лечить на самом деле лекарства не имеют свойства лечить у лекарства есть свойства помогать и несомненно с помощью этой помощи можно даже сохранить человеку жизнь к примеру у какого-то человека случился инфаркт и это произошло только что и у больного очень сильные боли и от таких болевых шоков больной может даже скончаться и в этом случае доктор делает инъекцию морфия после чего сразу же боль спадает и человеческую жизнь в таком случае можно спасти и в этом случае вам уже понятно как одна доза морфии может сохранить человеку жизнь но конечно же ясное дело что морфия не лечит инфаркт просто вот в эту секунду помогает избежать болевых сильных шоков или скажем у человека есть перелом кости и травматолог должен зафиксировать сломанную кость и закрепить ее и никаким лекарством невозможно сделать так чтобы эта кость срослась организм сам делает так что в результате кость сращивается но я в этом случае говорю кушай такие вещи которые будут сопутствовать укреплению поломанной кости и очень большая беда в том что очень часто предлагают покушать хаш армянское национальное блюдо это коровьи ноги сваренные в воде очень долгое время и все дело в том что когда этот хаш пробуешь пальцами то пальцы слипаются и люди по наивности думают что это качество помогает и кости срастись быстро но на самом деле все происходит наоборот когда человек кушает такое блюдо под названием хаш то сращивание кости замедляется в три раза и вот как появляются на свет разные теории ложные теории и армянский народный писатель Ованес Туманян сказал следующие строки есть человек у которого в голове есть идеи а есть человек у которого голова в идеях и упаси бог от таких людей у которых голова застряла в разных идеях сегодня мы зомби наших продуктов пищи и мы зомби того способа мышления который в нас внедрили и вот что означает поменять способ мышления и среди молодых людей как вы это сто процентов возможно если у вас будет хотя бы малейшее намерение вы можете это осуществить хотя бы маленькая доля совести понимание о том что до сих пор мы жили неправильно и мы не имеем права больше так жить и вы увидите что дальше будет случаться с вами и с наивысшей ответственностью я понимаю что это может со собой привести еще бы мне хотелось поговорить о том куске еды который нужно жевать этот кусок должен быть сухим никакие жидкости во время приема пищи до или после и если вы знаете что вы не можете обойтись без воды до приема пищи то хотя бы выпейте эту воду за полчаса или за час особенно если это талая вода после чего пройдет время и вы можете покушать и сделайте так чтобы в ваш желудок поступила сухая пища и вы эту сухую пищу жуете настолько чтобы она во рту превратилась в жидкую массу и уже в желудок попадает жидкая масса и вот это то простое чудо которое вы можете совершить и если у вас нету столько силы чтобы жевать должным образом вам нужно дать самому себе команду поставить часы перед собой и дать команду что обязательно нужно жевать должным образом до той степени чтобы появилась эта жидкая масса во рту и вот 22 года назад ко мне пришла одна пациентка больная и ее сестра вылечилась у меня еще много лет назад от рака груди а у нее есть уже метастазы и они в области матки и невозможно оперировать и вот эта женщина пришла ко мне и зная что ее сестра уже вылечилась у меня от рака груди она тоже пришла за советом ко мне и говорит мне пожалуйста помогите мне сказали что меня нельзя оперировать больше и вы конечно понимаете что означает тот случай когда уже нельзя оперировать какой-то тяжелый случай я сказал что да я займусь вами но при одном условии то что я буду вам говорить вы должны все это делать в точности как я вам скажу но самое первое правило которое я вам должен дать это то что будет ли это сухой кусок пищи или будет сок что бы то ни было вы должны эту пищу жевать жевать во рту 150 раз и она мне в ответ сказала что не сможет это сделать и я сказал что если вы не сможете то не сможете быть моей пациенткой и тут она сказала что у нее нет другого выбора. И я сказал, что раз уж у вас нет другого выбора, тогда идите и выполняйте то, что я вам скажу. И она сказала, что да, действительно нет другого выбора, и я буду делать так, как вы скажете. И вот прошло ровно две недели. И вместе с ее мужем мы поднялись на гору Арагац. Там лечение происходит намного легче. Я вылечил на горе Арагац многих пациентов. И после всего этого она пришла и сказала, доктор, я кое-что поняла. Любой здоровый человек должен жевать каждый кусок пищи 150 раз. И вот есть возможность, я вам скажу одну очень важную вещь. Однажды я был в одном селе, где свинья родила 12 поросят. И именно в тот день, когда я был там, работник этого дома обнаружил, что один из поросят находится при смерти. И схватил за передние лапы и потащил к мусорной урне. Схватил поросенка и выкинул. Поросенок пролетел 8 метров и упал в мусорную яму. И все это происходит у меня на глазах. И я подошел. Подошел, посмотрел и проверил, что поросенок все еще дышит. И я подобрал этого поросенка. Мне было очень интересно, могу ли я помочь ему. И вот что интересно, я как доктор в моей практике никогда не видел, чтобы пульс был выше, чем 220 ударов в минуту. А у этого поросенка, чтобы я мог сосчитать пульс, я пропускал 4 удара и один считал. Настолько быстро билось сердце. И у него пульс был 300 ударов в минуту. И в моей практике я такого не видел. И я принес этого поросенка домой, хорошенько искупал, сделал массаж уксусом, почистил, нашел старое пальто и окутал этого поросенка в это пальто. И подложил батрадиатор. Поросенок уснул мирным сном. Наверное, из йоги вы знаете, что правильное дыхание такое, что человек дышит, выдыхает, делает паузу 4 секунды и потом снова вдыхает. И это называется здоровое состояние. Некоторые йоги делают паузу в 6 секунд. И когда йог правильно себя тренирует, то во время сна каждые 6 секунд он не дышит. И вот наш этот поросенок делал паузу после выдыха 7 секунд. Очень мирно, очень спокойно, ничего не просил, ничего не делал. И так продолжалось ровно 8 дней. Ничего не ел, ничего не пил. И в конце абсолютно выздоровел. И вот после этого утром в 10-15 часов он приподнял передние лапки и начал визжать. Весь процесс лечения уже прошел успешно. И вот поросенок требует еды. И ровно так же, как я бы сделал это для ребенка, я взял шпинат и морковку и выжал сок с помощью соковыжималки. 10 порций морковного сока и 6 порций шпинатного сока. Соотношение. Итого пол-литра сока. И наполнил в продолговатую кастрюльку и положил перед поросенком. Поросенок прибежал и засунул морду и передние лапки прямо в кастрюлю. И начал с жадностью кушать. И с невротическим движением не глотал эту порцию еды, которую сразу же захватил в рот. И жевал этот сок. И я считал, поросенок жевал этот сок 28 раз. Ни разу не меньше. После этого я приехал в Иеван. И меня к себе позвал академик Виктор Амбарцумян. Он был в тяжелом состоянии. Это было 8 лет до его кончины. Он позвал к себе и попросил, чтобы я прочел доклад для его коллектива. В этот день на моих глазах два раза он упал, потерял равновесие. Когда он шел, ему помогали с двух сторон. И ему уже доложили до этого про меня. И он был очень заинтересован в том, чтобы я прочел этот доклад. И вот я точно не помню, кажется, 4 или 5 раз по 2,5 часа я говорил. Они были настолько довольны, что специально благодарили меня за это. И в знак благодарности для меня приготовили банкетный стол. И собирается весь их коллектив, астрономы, ученые. Там присутствовала помощница Виктора Амбарцумяна, русская женщина. И вот я вглядываюсь и удивляюсь. Вроде бы я им так понравился своей лекцией, но стол этот был накрыт как обычный стол. То есть не по моим рекомендациям. И вот я сижу вместе с ними и взял в руки стакан сока, кажется, чтобы не казаться совершенно пассивным. И в этот период я был под впечатлением того поросенка. И я вглядываюсь, там нету никакой жидкой еды. Вся сухая еда. Закуски. И вот наблюдая, я заметил, что только помощница Виктора Амбарцумяна, русская женщина, только она жевала каждый кусок от 16 до 17 раз. Остальные же жевали каждый кусок от 5 до 6 раз. И сразу же проглатывали. И я смотрю и вдумываюсь. Господи, кто же сегодня ученый? И что же эти люди могут нам дать? Что мы можем от них научиться? После того, как я столько говорил, столько читал лекций, и после всего этого человек быстро-быстро проглатывает куски еды, что же можно с такого человека взять? Но, несмотря на все это, Виктор Амбарцумян прожил еще 8 лет. Наверное, столько ему было положено. Он был очень любящим человеком. Значит, допустим, такая ситуация. Уже поздний час, и вам хочется что-то покушать. Приспичило. В таком случае нужно иметь в виду, что не кушать ничего термически обработанного. И в таком случае можно покушать ложку меда, или немножко огурца, немного яблока, или выпить стакан воды. Что-нибудь такое. Или же ничего. И вы уснете. Счастлив тот, кто, засыпая, может с собой уложить спать своего ребенка желудка. Желудок – это чудо. И рано утром, когда проснетесь после этого, вы проснетесь с великой любовью. И захотите любить весь мир. Все превратятся в один источник любви. Все те, кто были неправильны в ваших глазах, уйдут. И не будет виновных. Будут те, которые грешат. И вы вдруг поймете, что те, кто грешат, они не виновны. А все потому, что они не знают, что они творят. Отсюда следует очень важный факт, что сразу же выбывает любой виновный. И ваши претензии тоже выходят к соседям, или к правительству, или к любому близкому человеку. Все это уходит. Вся ваша злость в том, что кто-то виноват в чем-то. И поэтому, мне интересно, поняли ли многие, что говорит Иисус, когда Он говорит «возлюби врага своего». И выходит так, что та негативная сторона, которой мы были расположены, предрасположены, негативная, мы от этих вещей начинаем учиться. И я могу привести мой собственный пример. Во всех тех случаях, когда у меня был сильный шок, и я менялся кардинально, и больше во мне появлялась человечности и таких качеств, такой рост был в том случае, когда меня топтали, когда меня унижали, пытались унизить. Когда со мной не здоровались, я всех любил, со всеми здоровался, а мне отвечали совершенно обратным. И в медицинском коллективе я был белой вороной. И дело дошло до того, что я каждый день молился. Я молился Богу и просил Его, чтобы Он помог мне понять, как же я могу убедить своих коллег в том, что я не сошел с ума. Как же я могу им помочь, чтобы они это поняли. И вот тут удача повернулась ко мне лицом. К нам в больницу привели пациента, у которого был третий инфаркт. И этому больному было 72 года, и он был в очень тяжелом состоянии. И тогда я временно исполнял должность заведующего отделом. И когда заведующий отделом ушел в отпуск, перед уходом он сказал, что этот пациент будет жить максимум 4-5 дней. И это все для меня фанатизм, потому что я до сих пор удивляюсь, как я решился на этот шаг. Я решился на это ради коллектива. Я подошел к этому больному, его звали Арамаис. И я сказал, Арамаис, я должен тебя вылечить с помощью голодания. И он сразу же испугался. Первый день я не смог его так и уговорить. И в эту ночь, всю ночь я не спал. И на второй день я пошел к нему в палату, оделся как можно серьезно с фонедоскопом на шее, с белым халатом. И решающим шагом вошел в палату. И я подошел к нему, к его койке, и спросил, сколько ты проживешь после этого. И он подумал, подумал и сказал, два года. Я сказал ему, дай мне эти два года. И он посмотрел на меня и сказал, бери. И заплакал. И потом добавил, что у него есть три сына, нет жены. И он клянется своими тремя сыновьями, что он сделает все то, что я ему скажу. И дело началось. Все назначения делал я лично. Не буду вдаваться в подробности. И весь коллектив не вмешивается. Не издает ни единого звука. И они все ждут моей казни, можно так выразиться. И вот проходит время, и пациент не умирает. И вот коллеги видят, что этот аромаис не то, что не умирает, а даже ходит босиком 10 километров каждый день. Улыбается и делает физзарядку. И он до этого уже три раза лежал в республиканской больнице. И вот, чтобы изучить его теперешнее состояние, мои коллеги позвали трех доцентов из республиканской больницы. И еще три врача из нашей больницы, которая находится в Масисе. На тот период уже я закончил лечение, и уже прошел месяц. И они пришли с инструментами, а я был очень наивным в ту пору. Я подумал, что они придут, увидят, удивятся и будут спрашивать, как я этого добился, что я делал. И я чувствую, что обстановка очень накаленная и нервная. И со своими инструментами они полезли куда только могли. Я так спокойно наблюдаю за этой ситуацией. И одна молодая докторша, которая должна была зарегистрировать какие-то нарушения у больного, не выдержала и закричала. Она сказала, послушайте, если нет ничего, все чисто, как я могу сказать, что что-то есть? И мой пациент сориентировался раньше, чем я, и подошел и сказал, дорогие доктора, хотите я с пола прыгну на эту кушетку? Услышав это, врачи как будто впали в психоз. Шестером пытались открыть дверь и убежать из комнаты. И в конце концов смогли убежать из этой комнаты. И когда я подошел к дверному проему, я увидел, как они бегали по коридору, как крысы. Да простят меня мои коллеги. И меня пробирала дрожь. И я думал про себя, господи, кто же сегодня доктор? Что же происходит? Почему все эти люди так слепые не видят того, что можно увидеть? Как же можно было быть настолько слепым, чтобы не увидеть это чудо, которое произошло? И после этого я был настолько шокирован, что у меня ослабли рука и нога. И некоторое время спустя подошла медсестра и сказала, что главный врач зовет меня к себе в комнату. И главврач был довольно-таки жестким человеком. Когда я зашел к нему, он сказал, ну-ка закрой эту дверь за собой. Я закрыл и пришел, сел перед ним. Он посмотрел прямо мне в глаза и сказал, будь осторожным. Ты не знаешь врачей, которые работают в этом заведении. Не дай бог, если с тобой что-то произойдет, эти врачи будут готовы публично казнить тебя. И после этого он взял лист бумаги и поставил передо мной. И сказал, знаешь, я болен и подыхаю. Пожалуйста, напиши пару советов и для меня. И после этого все те доктора, которые клеветали на меня и были несправедливыми со мной, они подошли ко мне и сказали, прости нас, пожалуйста, доктор Саркисян. Мы не понимали, что происходит. И мы говорили о тебе всякую чушь. И что тут скажешь? Конечно же, я их прощаю. Я всегда прощаю людей. Но дело же не в этом. Дело в явлении. К примеру, вы занимаетесь йогой. Информированы ли вы настолько, чтобы знать, что к чему? Потому что в йоге тоже есть очень много вещей, которые поставлены неправильно. Есть очень много тонкостей в дыхательных техниках. И вы должны знать эти нюансы, чтобы не навредить себе. И удивительно то, что истина, она находится на поверхности. Но в то же время эта истина очень с трудом усваивается людьми. Сегодня, после этой лекции, я пойду очень довольным от вас. Ваши глаза, ваши взгляды говорят о многом. И я чувствую, что вы умеете слушать. Потому что бывают случаи, когда я смотрю человеку в глаза и не вижу там человека. Ты говоришь и видишь, что человек не слышит. Его там нет. На самом деле, есть очень много вещей, про которые нужно говорить. Но нету столько времени сейчас. И если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете их мне задать. Я хочу вам сказать следующую вещь. Если, скажем, я вам сказал 10 вещей, 10 пунктов. Если вы выполните хотя бы один пункт из 10, то вы сразу же увидите результат. Если вы выполните два пункта, то вы увидите в два раза больше результата. Вот как все интересно устроено. И я вспомнил слова Иисуса Христа, когда Он говорил, что не так важно делать что-то, а еще важнее научиться быть. Если не научитесь быть, то станете как роботы. Доктор Саркисян сказал, нужно делать так, и вы просто в точности выполняете это. Но так не пойдет. Я мечтал бы раздать все мои драгоценные камни вам, если у меня была бы такая возможность. Научитесь познавать себя и любить себя, но не свое эго, не свое малое я, а свое высшее я, божественное я. Научитесь любить свое большое я. И не бойтесь, идите со смелостью.